Повсюду сосредоточены лица маленьких спортсменов. Ребята, похоже, настроены очень серьезно, подсказывают и помогают друг другу справляться с заданиями. На кону победа их команды. В соревнованиях принимают участие юные воспитанники Федерации Вольной Борьбы. Всем участникам не больше 10 лет. Ребята хорошие, уже выступают на соревнованиях и приносят определенный результат. Этот праздник, этот уже внесен календарь ежегодный, поэтому будет проводиться. Ребята соревнуются в ловкости и силе, демонстрируя все навыки, которые успели приобрести на занятиях за год. А чтобы было интереснее, их разделили на команды. Для тех, кто справится лучше всех, приготовлены призы – спортивные рюкзаки. Но и проигравших не будет, заверяют организаторы. Стремление и любовь к спорту здесь поощряются, так что памятные подарки ждут всех участников. Скучать ребятам явно не приходится. В окружении увлеченных игрой маленьких спортсменов даже тренеры могут почувствовать себя детьми. Они здесь не просто объясняют задания и следят за соблюдением всех правил, но и играют с детьми. Головные уборы предводителей индейцев – в таком деле лучшие помощники. Спорт должен быть в радость для всех, считают они. Ну, это еще не вес костюм, это облегченный вариант, вес гораздо тяжелее состюм. Ну да, мне это нравится, ощущаешь себя тоже с детьми, ребенком. Тренер он и должен быть таким. Праздник в спортивной школе проходит четвертый год подряд и стал традиционным. Организовывается он при поддержке Ленинской районной администрации, которая обеспечивает юных участников призами и подарками. София Драговод, Денис Александрович, Севинформбюро.